А почему вы не играли? Ну, и почему? А потому что меня никто не приглашал. Меня и на пробы не приглашали. Эльдар Александрович пробовал, по-моему, Свету Немоляева, она об этом рассказывает. Потом, по-моему, Люсю Гурченко пробовал. На вашу роль? Зачем? На главную, на роль Барбары Брыльской. Ну что, на мою роль? Потом, ну не знаю, Алису Бруновну приглашала или нет, не помню. Еще каких-то артисток приглашала, а меня нет. А говорят, что у Рязанова очень много на самом деле решала, таким серым кардиналом была жена, которую он слушался во всех таких вещах кадровых. Это правда или нет, что он слушался советов мудрых женщин? У него, с одной стороны, была Нина Скубина, редактор этой картины. Разве они не были женаты? Так, ну же... Нет, я же просто не знаю... Так, как знаете вы. Доверие Москва-24, да. Нина Скубина... Сейчас... Была потрясающая женщина, светлая память ей. Потрясающая. Во-первых, была худенькая, потом была очень тихая и фантастически умная и мудрая. Очень пережила тяжелую жизнь. Она потеряла в молодости, ну, в общем, где-то в начале пути своего мужа. Он заболел и ушел. Она осталась одна с сыном. И... Она очень видела людей насквозь. По-моему, они встретились ну, еще раньше зигзага удачи. И с одной стороны у Эльдара Саныча была Нина, а с другой стороны был Эмиль Брагинский. Вот они его и вели. А когда они ушли, то у Эльдара Саныча больше культовых фильмов не было, по моему мнению. Ну, как вы считаете, она была его муза или она была профессиональный советчик и вот наставник? То есть в чем здесь элемент? Она была его любовью. Ну, знаете, это не обязательно имеет отношение к профессии. Человек может быть влюбленным. Ну, хорошо. Поговорим об Эльдаре Санычем. Я как-то спросила после ухода Эльдара Саныча, спросила у него, у его друга, скажу и говорю, а как он все-таки относился ко мне? Потому что он относился ко мне по-разному. Но я из тех актрис, которая снималась больше всех у него в кино. Я что-то снималась то ли в шести, то ли в семи фильмах. Неважно, что это были маленькие роли, большие, но главных, по-моему, не было. Вот зигзаг был, по-моему. Зигзаг удач с Леоновым. Зигзаг удач. Я спросила у его друга. Он сказал, понимаешь, у Эльдара Саныча было отношение к женщинам, ну, всегда два варианта. То есть вот с одной стороны муза, любовь, советчица, единомышленница, правое плечо и левое плечо. Вот это она. А с другой стороны жена. Я сказала, понятно, я была домработница у жены. У вас вообще не возникало? Нина была, Нина была 11 лет в положении музы и единомышленницы. А на иронии судьбы, ну, так как это происходило рядом со мной, то я оказалась невольным свидетелем. Я я бы никогда об этом не говорила, просто потому что это я вообще об ушедших людях никогда не говорю. Нина, на иронии судьбы, сказала, все, все закончилось. Тогда Эльдар Саныч не выдержал и ушел к Нине, и они поженились. И 10 лет она была его женой. Когда меня сейчас спрашивают секрет иронии судьбы Ли с легким паром, я говорю, что душа этого фильма не та актриса, которая снимается. И не та актриса, которая поет. И не та актриса, которая говорит за нее. душе этого фильма это не нескудно. Интересно. Интересно, конечно. Когда вы сказали насчет поет, это, видите, имеется в виду Алла Борисовна Пугачева. Мы все знаем, что именно она как бы пела за главную героиню. Озвучивали главную героиню вы. В период работы над фильмом вы общались с Аллой Борисовной Пугачевой? Нет. Нет? Барбара Брыльская пришла, она до этого три дня учила по магнитофону «Вагончик тронется, перрон останется». А потом она учила «Мне нравится, что вы больны не мной». И когда была съемка «Вагончик тронется, перрон останется», то она учила, она уже знала и она снималась. Она снималась уже с этой записью. А мы, те, которые занимались со звучанием и музыкой, и все, и Травердеев, и Сережа Никитина, мы поелись позже.